МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Совершенно случайно, после долгих лет индиферентного отношения к цирковым представлениям, я посетил цирк «Модерн». В этот вечер показывал публике своих животных Владимир Дуров. Из воспоминаний Владимира Михайловича Бехтерева. На арене в тот день происходили чудеса. Под взглядом дрессировщика свиньи тушили пожар, теленок считал цифры, морские львы играли мечом, пеликан танцевал, осел бил копытами по клавишам. Профессор решил узнать, в чем секрет дрессировки у самого Владимира Дурова. Никто не предполагал, что именно с этой встречи начнется новая жизнь клоуна-дрессировщика Дурова. Его жизнь в науке. Владимира Леонидовича Дурова Владимира Леонидовича Дурова основатели знаменитой династии знают все. Но мало кому известно, что к дрессировке он подходил со своей личной методикой, которая выросла в научную теорию зоопсихологии и поставила Владимира Дурова в ряд с такими учеными, как Иван Павлов и Владимир Бехтерев. Наука и цирковой артист? Возможно ли? Он родоначальник этого научного открытия зоопсихологии. К нему прислушивались и Бехтерев, и Чижевский, и другие ученые. И он доказывал на деле своими гипнотическими вот этими вот опытами на собаках, на кошках, на птицах, на других животных. То есть взгляд у него, конечно, был очень интересный. Дрессировщик и ученый встретились спустя пару дней после представления. Дуров привел с собой собаку Пики и предложил Бехтереву дать ей задание. «Пусть принесет платок со стола», — попросил Бехтерев. Дуров посмотрел на собаку, она подбежала к столу, взяла и принесла платок. Собака подчинилась мысленному внушению Дурова. Это казалось невероятным. Психиатр Владимир Бехтерев тогда занимался исследованием условных и безусловных рефлексов и пытался связать дрессировку с функцией сочетательных рефлексов. А еще начал заниматься гипнозом. Работа с Дуровым захватила его. Дурову было 13 лет, когда он случайно осознал свои способности. Выясняя с друзьями подачи, кто из них храбрее, он поспорил, что войдет в сарай к бешеной собаке, оставленной там хозяином. Он был не уверен, что справится с собакой. Но отступать было некуда. За спиной рыча стоял огромный док. Их глаза встретились. Прошло несколько томительных минут, и вдруг в облике собаки что-то дрогнуло. Ее зрачки сузились, а глаза отделились от тела и поплыли в сторону вверх. Они стали огромными, как блюдца, и закрыли собой собаку. Потом вернулись на место и стали удаляться. Док зарычал и отступил. И уже через несколько минут он, трусливо поджав хвост, полез под лавку. На улице захлопали зрители. Я убежден, что основанием воздействия на животное в моем способе является то еще недостаточно изученное нами влияние, которое мы называем внушением, а иногда гипнозом. Я не исключаю этого, потому что между человеком и животным существует какая-то связь, какая-то невидимая нить, особенно дрессировщиком и животным, с которым он работает. Я это сам неоднократно ощущал, когда я, допустим, за секунду знал, что вот слон сейчас не будет работать. Или если я очень волновался, это волнение каким-то образом передавалось животному. Если он смог развить это чувство, эту невидимую нить, настолько сделать крепкой, чтобы животное повиновалось мыслям, тем, которые происходят, я могу это допустить, но не могу утверждать на 100%. Володя Доров рано осиротел. Мать умерла, когда мальчику исполнилось 5 лет. А вскоре, запев с горя, умер и отец. Шестерых детей разобрали родственники. Владимира и его брат Анатолия принял на воспитание их крестный отец Николай Захаров. Он устроил их в кадетский корпус, снабжал мелкими карманными деньгами. На этом воспитание заканчивалось. Володю совсем не интересовала военная карьера. Он с удовольствием собирал лягушек, ящериц, мышей, и даже выучил курицу танцевать, чем веселил всю дворню. Раз в месяц Владимир и Анатолий посещали бабушку, Прасковью Семенну. Она жила во вдовьем доме. Там они с замиранием сердца слушали рассказы о кавалерии с девицей Дуровой, которая своими подвигами в 1812 году прославила их фамилию. Однажды бабоне повезла их с братом в цирк на воздвиженке. Мальчики заглянули в зал. Серебряный купол, яркий свет, сверкают трапеции, щелкает бич. Але, гоп. Но, увы, насладиться этим зрелищем не удалось. Какой-то человек обманом забрал у них билеты. С того несчастливого дня братья грезили о цирке и даже стали брать у шталмейстера уроки по акробатике. Однажды на экзамене Володя, решив удивить педагогов, прошелся на руках перед их столом. На следующий день он был исключен из кадетского корпуса. Судьба тут же подбросила шанс. На глаза попался номер московского листка с объявлением фокусника Ринальда о наборе в цирк акробата. И братья сбежали к нему в Тверь. Реальность оказалась куда хуже мечты. Пришлось кочевать с лошадьми в товарных вагонах. Спать на чужих сеновалах, укрываясь рваным пальто. Безденежье – голод. Но они все равно были счастливы. Подрабатывали в трактире. Там можно было показать номера и заработать копеечку. Трактир манил братьев не только этим. Их захватила любовь. Она была певичкой в трактирном хоре. Оба соперничали в своих ухаживаниях, но дама предпочла Анатолия. Чтобы избавиться от сердечных страданий, Владимир бежал из Тверь. Может быть, с этого момента, а может быть, много позже началось их соперничество и разлад. Разрыва серьезного, я подозреваю, что его не было. Потому что есть информация такая, что они тайно встречались. И что вот этот конфликт, когда один писал, Владимир Дуров старший, Анатолий писал, Анатолий Дуров настоящий. Вот, что эта игра была для зрителей, это такой пиар. Понимаете, они были артисты, они жили за счет этого. Потому что я знаю, что Владимир очень тяжело пережил смерть Анатолия. Но почему-то везде принято считать, что они чуть ли не киллеров друг к другу подсылали. В Москве Владимира поначалу выпороли розгами за побег, а потом опекун устроил его в пансион к известному педагогу Дмитрию Тихомирову. Под его влиянием Дуров даже пошел преподавать в Московское городское училище на Покровке. Дружба со студентами принесла Дурову неожиданный подарок. Он попал в университет на лекции о работе головного мозга к самому Сеченову. «Понял я мало. На меня влекло туда желание познать тайну природы и научиться ею управлять, научиться управлять поведением животных». Дурову все это было очень интересно. Но студенческие революционные волнения в 1880 году, в которых он принял активное участие, привели к увольнению из училища. Пришлось идти работать писарем в управу благочиния. Но Владимир там долго не задержался. Ушел в цирк зверинец Винклера. Именно здесь он впервые начал работать с животными, которые участвовали в его сатирических репризах. Первой собакой Дурова стала Каштанка. Он нашел ее на улице. И вскоре, благодаря Антону Чехову, она стала знаменитой. У молодого тогда клоуна, кроме собаки, была свинья Чушка и гусь Сократ. Жил артист трудно. Денег постоянно не хватало. Сам голодал, но последние деньги кормил зверей. Они спасали его, были рядом и терпели с хозяином все его беды. Гусь подходил к изголовью моей кровати и, склоняя голову, с участием смотрел на меня. Замечали вы, как смотрит гусь? Нет? Обратите же внимание. Говорят, гусь — глупая птица. О, нет, это неправда. Мой гусь понимал мое настроение. Он разделял со мной и радость, и страдание. Беда случилась под Рождество. Хозяин церкви заплатил за выступление. Купить еду было не на что. Отчаявшийся Дуров пошел бродить по Москве в поисках еды для животных. А когда вернулся, застал целое пиршество. Что-то кольнуло его в сердце. Он сделал шаг к столу. Его товарищи пили вино и ели зажаренного гуся. Это был его Сократ. В рыданиях бросился Дуров на товарищей. Только вот сделать было уже ничего нельзя. Я и сейчас не могу без дрожи вспомнить этой ужасной сцены. Понимаете теперь, почему я не могу есть гуся ни в Рождество, ни в другой день. Никогда, слышите, никогда. Научные эксперименты с Бехтеревым Дуров продолжил спустя несколько лет. Опыты решили усложнить. Дурову предложили отдавать приказания собаке уже из другой комнаты. Она должна была по мысленному внушению Дурова подойти к дивану, прыгнуть на него и лечь головой к подушке. К удивлению Бехтерева все так и произошло. Значит, для восприятия мысли не существует физических преград. Неужели такое возможно? Нужны были новые эксперименты. Я знаю, что он все использовал в работе. И, в принципе, наверное, может быть, просто ему не хватило времени для того, чтобы завершить окончательный прийти к какому-то результату такому, который он мог уже использовать и на весь мир рассказать об этом. Все-таки он в первую очередь был дрессировщиком высокого класса. И, ну, естественно, и ученые тоже. Потому что зоопсихология практически это его детище, наверное. Над загадочной областью внушения Дуров думал давно. С тех пор, когда понял, что его животные имеют способность без слов понимать человека. Еще в 1894 году он поэкспериментировал над собакой Бишкой. Пес никогда не кусался, а хозяин заставил его укусить свою жену Аню, чем изрядно ее напугал. Объяснения успокоили Анну Игнатьевну. Она обожала своего мужа и всегда во всем его поддерживала. Они познакомились еще в 1883 году. Аня была совсем девочкой, когда Владимир женился на ее сестре, наезднице Нине Катиной. Но их жизнь не сложилась. Аня взяла на себя заботу и о детях, и о домашнем хозяйстве. Скоридоров не мог уже обходиться без нее. Вот так и пришла любовь. В браке у них родилась девочка, которую назвали тоже Аня. Она кочевала вместе с родителями, а когда подросла, стала помогать отцу. Здесь было все направлено на одно. на работу с животными. Семья другого не знала. Они все помогали Владимиру Леонидовичу. Поэтому они все были единомышленники, не только мужем, женой, но и партнером. И поэтому она в дальнейшем возглавляла театр. Слава Дурова росла с каждым днем. Его питомцы на арене вызывали восхищение публике. Собака решала арифметические задачи. Свинья летала. Слон работал парикмахером. Чего там только не было. Пароход с капитаном и пассажирами-крысами, ежи-артиллеристы, читающие пеликаны. Была даже железная дорога с поездом, в вагонах которого располагались звери по рангу от мышей до гусей. Это бренд театра. Все в детстве, если бывали в театре, то обязательно видели эту дорогу. Она у нас в двух экземплярах. Та историческая, которую придумал Вадим Леонидович, находится в музее. И вот мы буквально несколько дней назад запустили совершенно новую постановку. Никто не мог понять секрет дрессировки Дурова. А тот только усмехался. Его гипнотические способности, конечно же, помогали ему в дрессировке, а иногда спасали жизнь. Это случилось в селении Дубин, под Ригой. Шло обычное цирковое представление. Неожиданно во время номера медведь Топтыгин встал на задние лапы и пошел на дрессировщика. Он был страшен, с налитыми кровью глазами и пеной у рта. Дуров впился в медведя взглядом и стал отступать за кулисы ведя его на себя. Тот пытался оторваться от взгляда дрессировщика. Собрав последние силы, Дуров мысленно приказал медведю смотреть только на него. Глаза зверя уплыли куда-то вверх. Они то увеличивались как блюдца, то уменьшались и медленно двигались за зверем. Вот и конюшня. Огрызаясь, медведь, покорно поджав уши, вошел в клетку. От напряжения и потери крови Дуров упал без сознания. Когда у клетки с животным нашли пузырек со свежей кровью, выяснились все обстоятельства этого дела. Уволенный за плохое отношение к животным служащий, в отместку дал медведю перед выступлением выпить из бутылочки голубиную кровь. Почуяв живую кровь, Топтыгин вышел из повиновения. Зависть к артисту и его славе дело привычное в церкви. Но чем больше росла слава Дурова, тем сложнее ему было работать на арене. Ведь раньше дрессировщики они по большей части назывались укротители. Они выходили с пистолетами за поясом, с какими-то вилами, там иногда стулья брали легкие, такие отбивались от животных, загоняли их на трюк и тем самым показывали, что вот какой я удивительный человек, что я не боюсь животных, а они меня боятся. Владимир Дуров видел в своих животных партнеров прежде всего. Он доказал всему миру, что гуманным отношением, учебой, обучением животных, можно добиться в этом жанре гораздо больших успехов, чем каким-то насилием. Девиз его всегда был «забавляю поучать». По городам юга России теперь разъезжает со своей труппой дрессированных животных известный русский клоун Владимир Дуров. Животные смешат публику, а сам Дуров очень едко и метко поясняет движение животных памфлетами и остротами на злобу дня. Санкт-Петербургские ведомости 23-й Редактор субтитров Корректор А.Егорова Приказал выслать Дурова, но полицейские объяснили, что у Дурова через пять минут выступление. Но тогда сразу после него распорядился генерал. Дуров за кулисами в это время выкрасил свинью зеленой краской и вышел на арену. Свинью пытались с арены убрать, но она не с места. Зал хохотал. После представления Дурову дали всего шесть часов на сборы. С разными вариациями так происходило почти в каждом городе. Допустим, у зрителей царский рубль и начинал катать его из руки в руку серебряной. Когда его спрашивали дуру, что ты делаешь? Он говорит, так ничего, просто дурака валяю. А всем известно было, чей портрет был на царском рубле. Смех в зале! Его любил очень простой народ, поэтому он и не боялся, чувствовал массы за своей спиной. Ну и попадало ему за это нередко. Он и в тюрьму попадал, и в кутузку, и в Германии был процесс, связанный, значит, с его репризами. В 1911 году сбылась мечта Дурова иметь угол для себя и своих питомцев. Он так и назвал купленный особняк на Божидомке «Уголок». Наконец-то всем его животным хватит места. У него будет лаборатория и кабинет, где он сможет продолжать свои наблюдения над животными. Жизнь в доме протекала весело. Здесь собирались знаменитые артисты, режиссеры. Пел Шаляпин. Февральскую революцию Дуров принял с радостью. Запряг в колесницу слона Бэби, вручил ему в хобот красный флаг, посадил зверушек «Уголок». Впервые он мог говорить свободно, без оглядки на дежурного пристава. И тут же на площади объявил, что он больше не клоун, а дрессировщик и артист. И еще ученый в своем уголке. Но радостная эйфория сменилась депрессией. После октябрьских событий в его уголке поместился склад кож. Сам Дуров жил в гостинице, а его зверей поселили в зоо-сад. Какая уж тут наука. От голода и холода животные стали вымирать. Первым умер любимец слон Бэби. Погиб лучший мой честный преданный товарищ. Погиб мой Бэби, дитя, которое я воспитал и в которое вложил часть своей души. Беда. Какая беда. Только спустя два года Дуров удалось получить для своих артистов охранную грамоту от Луначарского. Настоящим удостоверяю, что коллекция животных, собранная Дуровым, не подлежит ни реквизиции, ни разбору впредь до особого распоряжения Тео Наркомпроса. Все лица, нарушившие настоящее мое распоряжение, будут немедленно преданы мною революционному суду. Нарком Луначарский, секретарь Гинсбург. Луначарский панически боялся крыс, и когда Дурову нужно было какие-то документы подписать, решить какой-то вопрос, он, вижу, приходил, выкладывал на стол луначарскому крысу. Тот быстренько все подписывал, крысу на плечо и выходил. Вскоре Дурову вернули уголок, и он перевез туда оставшихся зверей. Вновь стал давать представления, но сатирой больше не занимался. Любил выступать со своими животными перед детьми. Они прозвали его Дедушкой Дуровым. Однако науку он не бросил. Продолжал ставить опыты по зоопсихологии. Работая в содружестве с Бехтеревым, Кожевниковым, Чижевским, Леонтовичем, Дуров достиг значительных практических датов. Основной вопрос, который интересовал всех ученых, был такой. Как уловить во внешнем пространстве мысль в виде электромагнитной волны? За помощью обратились к инженеру-электрику Борису Кожинскому. Если бы читатель имел возможность одним глазком заглянуть ко мне в лабораторию во время нашей работы, то ему представилась бы проволочная клетка, в которой вместо животного сидит ваш покорный слуга-дрессировщик. А животное наоборот, разгуливает вокруг клетки на свободе. Инженер Кожинский сделал специальную клетку с проводами, которые изолировали животного от электромагнитных волн нервной системы дрессировщика. Собака должна была зайти в соседнюю комнату, взять состало-спичечный коробок и принести Бехтереву. Опыт прошел успешно. Значит, передачу мысли животному можно объяснить действием на его нервную систему электромагнитных волн нервной системы дрессировщика. Вывод телепатия возможна. Это было открытием. Раз мысль вызывает механическую работу, раз мысль есть двигатель, то она должна представлять собой форму энергии, которая вполне аналогична целому ряду других форм мировой энергии. Дуров был уверен, что его животные могут принести большую пользу советскому государству. Морские львы могли бы обезвреживать мины и спасать людей. Собаки работать поводырями и обучать детей. Но тогда это были только мечты. Дуров начал заниматься разработкой этого всего еще в 15 году. И в январе он отправил письмо в МВД и предложил опыты связанные с морскими животными. Работал целую оснастку такую. Они ныряли и перекусывали мины, которые были на тросах. Это было принято на военном совете. Ему купили 20 морских животных, которых он очень быстро подготовил. Но тут в скорости началась Октябрьская революция. И естественно опыты были прекращены. А начальник штаба бежал вместе со всеми разработками Дурова и документами. И в середине 20-х годов американцы очень продвинулись по работе с животными именно морскими. Я так думаю, что Беленко все-таки оказался каким-то образом в Америке. Одна большая мечта артиста сбылась еще при жизни. В 1927 году в Москве открылось первое в мире государственное цирковое училище. Словно подарок 50-летию артистической деятельности Дурова. В этом же году улицу Старая Божидомка переименовали в улицу Дурова. Ему первому из работников цирка дали звание заслуженного артиста РСФСР. Но Дуров продолжал двигаться дальше. Он задумал снять фильм о несчастной любви двух собак, закончить который ему было не суждено. Утром 3 августа 1934 года его не стало. В своем завещании Владимир Леонидович просил, чтобы на пути к кладбищу гроб сопровождали его звери. Увы, это его последнее желание было невыполнимо. Но гроб пронесли через все помещения, где находились его любимцы. Присутствующие были поражены поведением животных. Они горевали, как люди. В Москве во время похорон Дурова остановился весь транспорт. Столько было народу. Его все безумно любили. Он был веселый человек, выдумщик, и талантливый, и ученый. Он очень многосторонний, многогранный был. А вот был ли он счастливый, я думаю, что если бы он знал, что театр будет жить, существовать до сегодняшнего дня как минимум, если бы он мог знать это наперед, он бы был наверное более счастлив. Продолжение следует...